всем привет сегодня распаковка вот такой посылки посмотрим что внутри итак друзья это очередные смарт-часы производитель номер один спортивная модель в этот раз посмотрим как они выглядят как вы заметили я люблю делать обзоры на подобные товары и конечно же меня заинтересовала новая модель номер один от 10 в очередной раз у часов снизу есть это не любимая всеми черная полосочка так как рано вернемся позже по поводу внешнего вида и ремешка ремешок приятный на ощупь силиконовый конечно такой модели у меня еще на тесте не было что-то совсем новое и так снизу находится компас обычный со стрелочкой как он работает в принципе работает он нормально далее взял я часики желтом цвете с этой стороны находится датчик сердцебиение ну и принципе компоновка стандартная внешнего виду больше ничего интересного здесь не вижу поэтому переходим комплектации в комплекте скорее всего только микро юсб кабель и в принципе все док станции я здесь никакой не вижу сейчас будем искать куда кабель подключается так достал я инструкцию и принципе это вся комплектация данного товара обратите внимание почему-то здесь написано q8 sport watch и принципе инструкция ничего интересного не вижу похоже придется в очередной раз разбираться методом тыка и так как же все-таки открыть этот девайс и здесь вот такая вот какая-то довольно не маленькая щель пробую сейчас вам ее показать знаю что под ней находится думал что это можно снять но как-то возможно нужно будет открутить 4 самореза по бокам но опять же я не знаю может быть туда вообще нам и не нужно так где же находятся разъемы пробую отколупать защелку и так под одной защелок я нашел микро юсб разъем он находится настолько сильно глубоко что нужно будет заряжать эти смарт-часы только родным микро юсб кабелем то есть другой кабель туда скорее всего абсолютно не влезет показываю как он туда устанавливается да он входит туда полностью поэтому чужим микро юсб кабелем скорее все эти часы зарядить не получится открываю вторую защелку или точнее сказать не открывал по тому это все-таки совсем не защелка так трудно без инструкции друзья трудно когда данный товар еще нету обзора в интернете по-моему все-таки больше нигде здесь защелок нет и так для того чтобы включить часы придется использовать powerbank потому что аккумулятор в них разряжен так разъем я подключил получается что кроме разъема с левой стороны больше ничего здесь нигде не открывается и на часах есть единственная кнопка с правой стороны попробую включить давайте пройдемся по основным пунктам как всегда значит по поводу экрана сразу скажу что экран используется с отличной матрицы это матрица IPS если не брать во внимание эту черную полоску которая по традиции здесь есть то экран конечно часах реально классный по пунктам проходимся значит телефонная книга звонилка журнал звонков сообщения поиск телефона будильник удаленное уведомление календарь bluetooth музыка удаленная камера активация bluetooth настройки выбор темы и настройки шагов шагомер напоминание о малой подвижности монитор сна выбор языка датчик сердцебиение в датчик температура секундомер и qr-код для загрузки приложения так давайте пройдемся по интересным пунктам которые здесь есть принципе наверное менюшка точно такая же как предыдущих часах от номер один поэтому ничего особо нового здесь не будет открою только интересующие меня пункты такие как настройки значит выбор часов всего трое часов на выбор наверное оставлю все таки цифровые звук но не очень громко конечно они звучат все таки это наверное первые защищенные smart часы которые попали ко мне на обзор соответственно их можно опускать в воду заявлено защита по классу ip67 хорошо громкость возможно пробую сейчас немного повысить громкость да все таки принципе нормально громкость я установил максимальный уровень принципе слышно все очень даже хорошо так идем далее настройки дисплея установлю максимальную яркость отличная яркость на самом деле матрица в часах используется отлично так здесь есть выбор языков но как видите стоит английский и зайти в данный пункт не получается но я в меню видел еще один выбор языков сейчас вернемся туда посмотрим принципе в настройкам ничего больше интересного не вижу зайдем в темы выберу тему номер два это простая синяя тема и как раз внизу видно эту стандартную черную полоску от которой никак бренд номер один не может избавиться далее настройки шагомера устанавливаем рост человека и вес человека который будет им пользоваться собственно сам шагомер напоминание малой подвижности монитор сна вот выбор языка где у нас спрятался установлю русский перевод так это у нас пульсометр давайте проверим как он кстати работает и потом оценим качество перевода сомневаюсь что качество перевода будет все таки качественная потому что китайцы всегда проблемы с переводом на русский язык но по секрету скажу что недавно я приложил свою руку к переводу этих часов и скорее всего в будущем будем ожидать нормального русского языка в продуктах номер один так долго что-то меряет на самом деле уже прошло наверное но секунд 40 точно и все до сих пор тест идет хорошо подождем еще так ну что то тест никак не заканчивается отменю его принудительно возможно нужно будет часы нормально одеть на руку и позже повторить этот тест как таковых больше интересных пунктов я здесь не вижу есть правда измерения температуры давайте попробуем измерить здесь температура нас не подведет опять же все эти датчики работают очень и очень примерно 36 7 проведем маленький такой дополнительный тест запускаю тест но как видите на руку я их не одевал светится зеленый светодиод там посмотрим что в этот раз выдадут часы буду удивлен то нет не удивлен все таки 36 6 то есть термометр как всегда фейковый остался секундомер самый стандартный секундомер и qr-код кому будет интересен принципе больше ничего здесь я интересного не вижу вот такие вот часы сегодня получил купить их можно на магазине гербес точка ком ну и принципе других магазинах которые продают электронику стоимость их на текущий момент около 50 55 долларов напомню что это наверное первые смарт-часы которые обладают защитой по классу ip67 то есть их можно ронять опускать в пыль теоретически опускать под воду на глубину наверное до метра и они при этом должны нормально работать отличный внешний вид принципе меня конечно внешний вид их нереально радует осталось посмотреть сколько они весят их невест составляет 54 грамма 54 грамма это нормальный вес для такого продукта и так одену их на руку прикину все-таки как они будут держаться на руке значит вот так вот они выглядят довольно таки неплохо на моей худо руке не выглядят очень даже хорошо по поводу пульсометра давайте еще раз попробуем все-таки запустить его пока он там будет тестировать переходим к выводу значит стоимость часов в районе 55 долларов часы используют айпес экран с диагональю в 1 и 3 по моему дюйма с разрешаем 240 на 240 точек здесь есть bluetooth соответственно с помощью него можно будет подключить данный часы к смартфону и принимать отвечать на звонки с помощью часов микрофон находится вот здесь думаю что качество связи конечно будет не таким хорошим как моделях которые не имеют влага защиты но думаю что какой-то там экстренной ситуации или за рулем принципе можно будет без проблем ответить на звонок опять же меня все-таки больше интересует возможность посмотреть кто звонит отвечать уже на звонок на телефоне по желанию так как по часам конечно можно разговаривать но это сравнимо с громкой связью на смартфоне то есть вас будут слышать все и соответственно вам тоже нужно будет гореть довольно громко как видите все-таки пульсометр моих часах почему-то не работает возможно это какой-то нюанс по прошивке я вижу что светится там внутри зеленый светодиод или нужно долго ждать или все-таки это какая-то тестовая прошивочка как всегда и ее будет допиливать но думаю что с этим они без проблем потом разберутся потому что все-таки это не первая версия вот все-таки результат 84 удара за минуту но пришлось этого результата подождать довольно долго значит пульсометр работает но почему-то для теста приходится ждать реально много вот такие вот смарт-часы сегодня показал это смарт-часы от бренда номер один меня кстати радует этот бренд тем что последнее время он реально начал разрабатывать много новинок которые не выглядят копиями на какой-то определенный продукт на какой-то успешный продукт а это уже реально закончено устройство по крайней мере я не припомню никакого фирменного девайса которая бы имел аналогичный внешний вид то есть бренд на текущий момент занимается именно смарт-часами телефоны они давно не делают и смарт-часы у них получаются довольно таки неплохие насколько я помню в ближайшем будущем они должны выпустить смарт-часы в которой будет полностью круглый экран и скорее всего он будет сделан по технологии amoled соответственно качество экрана будет просто идеальным всем спасибо за внимание друзья это был обзор смарт-часов номер один от 10 первые защищенные смарт-часы в продаже всем хорошего настроения друзья не забывайте подписываться на канал вступать в мою группу в контакте задавайте свои вопросы в комментарии под видео увидимся в новом видео до новых встреч в следующем видео до новых встреч